Самарская область – один из мощных центров цифрового развития страны. Здесь не только внедряются передовые практики, но и разрабатываются инновационные решения, востребованные во всем мире. Передовые практики, а также реализацию национального проекта «Цифровая экономика» обсуждают на совещании в областном правительстве. Государственная задача – переход на цифру – решена регионом на отлично. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков. «Область развита не только с точки зрения промышленности, но и в области цифровизации. Безусловно, есть очевидные успехи. Мы мониторили ситуацию и не увидели никаких проблем. Была правильно организована работа волонтеров, которых работало больше полутора тысяч. И все удалось сделать достаточно мягко и с пользой для наших граждан». На совещании подвели предварительные итоги реализации на территории региона нацпроекта «Цифровая экономика». В области действует пять проектов. Например, проект «Информационная инфраструктура» направлен на проведение высокоскоростного интернета в соцобъекты и малые населенные пункты. В этом году к широкополосному интернету уже подключили более 200 учреждений соцсферы. Всего в плане подключить порядка полутора тысяч объектов. В Самарской области создан и новый региональный центр кибербезопасности. Это первый успешно реализованный проект в России. Во время Чемпионата мира по футболу центр отразил 72 кибератаки. Еще одна самарская разработка – автоматизированная интеллектуальная система обнаружения девиантного поведения в музеях. Она помогает уберечь экспонаты от порчи и кражи, предупредить нежелательные перемещения посетителей по музейному пространству. При поддержке губернатора Дмитрия Азарова система опробирована на базе Самарского музея Модерна. Результаты работы продемонстрировали на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Система заинтересовала руководство Эрмитажа и ряда других ведущих музеев страны. Система анализирует через установленные уже камеры все действия, понимая в прямом смысле этого слова, где идет нарушение, а где идет нормальное выполнение той функции, ради которой музей существует. Для успешного выполнения задач, которые стоят перед регионом в области цифровизации, особое внимание уделяется решению кадрового вопроса. По инициативе главы региона разработан ряд решений, призванных справиться с этой задачей. Ключевой проект – кадры для цифровой экономики. Уже в 2020 году 11 тысяч человек пройдут переподготовку на IT-специалистов. В регионе реализуется программа повышения компьютерной грамотности для людей разного возраста, от школьников до пенсионеров. Участники совещания подчеркнули, возможность представить свои разработки руководителю профильного министерства и получить его профессиональную оценку очень важна для каждого представителя IT-сообщества. Вывести взаимодействие на столь высокий уровень удалось благодаря заинтересованному отношению руководства региона. Рядом компаний, которые представляли сегодня свои проекты, мы уже активно сотрудничаем. И крайне ведь важно, чтобы предложения новаторов, людей инновационно мыслящих, работающих не только в сфере IT-технологий, но и в других сферах, в первую очередь реализовывались в регионе разработки. Собственно, это очень серьезное подспорье для компаний по продвижению их продуктов. И это отдельная зона ответственности и усилий правительства Самарской области. Целый ряд проектов, сегодня успешно развивающихся, не только в нашей стране и предоставление услуг за рубежом, зарождались и продвигались при помощи правительства Самарской области. Считаю это не просто правильным, считаю это нашей очень важной задачей. Министр Константин Носков ознакомился также с работой ключевых инновационных центров региона. Научно-производственного технопарка и Центра прорывных исследований Самарского государственного медицинского университета, а также Поволжского государственного университета телекоммуникации и информатики, где были представлены разработки не только вуза, но и самарских телекоммуникационных и IT-компаний. Также Константин Носков вручил почетные грамоты Министерства студентам-волонтерам, которые прошлым летом помогали людям подключать цифровое телевидение. Лариса Шлафаст, События.